Благословен Бог, по милости которого я мог бы здесь, и вы тоже. Мир Божий всем вам! Или Ряди Эммануил, и так это созвучно в моем сердце, потому что я ехал на поезд, он сюда, и в одном ехал, значит, киргиз ехал с Якутии в Москву. Вот он так рассказывает, то плохо, там плохо, то царство плохое, то плохое. Ребята в Перми подсели, тоже в Москву едут, ну и то же самое, про разное царство. Пересел другой поезд, Таджик, а не Таджик, это был узбек белорусского происхождения, с Ташкента едет. Ну опять о чем же? То царство такое, то царство такое, я такой счастливый, а я царству небесному принадлежу. Слава Богу, это царство небесное, слышите? Оно может быть близко к вам, а может быть внутри вас. Если внутри вас, то скажите, слава Богу. И вот сегодня мы поговорим о царстве небесном. А про остальные забудьте. Потому что если бы я сейчас с вами поговорил, вы мне тоже сказали. А сейчас есть такие царства, про которые лучше не говорить. Потом потомки будут. Ой, слава Господу, я просто в напряжении. Знаете, чувства наполняют. О, давно не видел. Дух Божий. Поэтому мне важно Слово Божие передать, а не свои чувства. Но без чувств не бывает. Пусть Господь голосомит и откроет ваши сердца, чтобы это царство Божие, оно произвело в ваших сердцах тот мир Божий, который превыше всякого ума. Такие мы счастливые люди. Христос так приходил и говорит, приблизилась к вам, что? О, Господи, прямо в Пинске может царство небесное быть. Представляете? А мы так это все так к этой проблеме загрузимся и забываем то, что мы еще и в Царстве Небесном, и оно внутри нас. Нам только и радоваться остается, о чем Писание говорит, всегда радуйтесь. Если уж попали в Царство Небесное, ну где вам лучше может быть? Уже лучшего нигде не может быть. И мы помолились даже сегодня, и может не один раз уже сегодня дома, здесь, да придет Царствие Твое. Ой-ой-ой, сколько лет молятся христиане, чтобы пришло это Царство, чтобы пришел этот Эммануил. Он пришел, слава Богу. И это Царство пришло пока невидимым образом, но мы верим, что оно придет когда-то, и видимым, и все эти Царства земные исчезнут, а этот камень будет стоять вечно. И Бог дал нам милость быть в этом Царстве. Слава Богу. Я открою книгу пророка Моисея. Моисей тоже пророк, в курсе, да? Исход. Четвертая глава. Это было тогда, когда Бог избирал Моисея для того, чтобы послать его оттуда, откуда он убежал, в Египет. Ситуация так сложила, надо было спасать народ Израиля. Надо был человек для этого. И здесь, значит, вы знаете эту историю, когда не так сложно, знаете, фараонов переубедить. Еще иногда и своих надо переубеждать, чтобы они пошли. И с первого же раза Моисей согласился. И вот эта беседа как раз Моисея здесь. Четвертая глава, первого стиха я читаю. И отвечал Моисей и сказал, А если они не поверят мне, и не послушают голоса моего, и скажут, не являлся тебе Господь. И сказал ему Господь, Что это в руке у тебя? Он отвечал, Жезл. Господь сказал, Брось его на землю. Он бросил его на землю. И Жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, Простери руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его. И он стал жезлом в руке его. Таким образом, Бог утверждал Моисея или убеждал его идти. Когда Моисей высказывал свои уважительные причины, чтобы не идти. И вот в этом моменте есть очень полезные вещи, которые есть в Царстве Небесном, которые мы должны научиться, живя здесь на земле. Потому что весь мир лежит возле, и мы его никак не изменим. Единственное, это войти в Царство Небесное, чтобы быть так, как Христос. Он жил здесь, но он говорил, Царство мое не отсюда. Слушайте, мы не отсюда. И вот, Бог спрашивает Моисея, что у тебя в руке? Жезл. Это же палка, да? Вы знаете. Молодежь скоро не будет, наверное, знать. Коров не пасут, наверное, уже. Я-то и коров пас, научился коров доить. Что легче? Андроид разобраться или коров подоить? Я уехал, научился отсюда коров доить. Бог так захотел, слава Богу. Ему эта палка помогала. Знаете, он же пас там у тестя овечек. Из этой палки, ну, вы в лес ходите, знаете, тоже обычно палку берете. Где-то паутинку снять, где-то там поковырять что-то. Это необходимый такой инструмент. Они много что умели делать этим жезлом. И вот Бог говорит, а что у тебя? Окей, вот посох. Его помощник был. Это и опереться можно на него. И после того, как он просил, этот помощник стал змеем. И что Моисей? Побежал. А, вот тут покажи сейчас змеями возле нас, что мы будем делать? Ну, мало, наверное, таких смелых, кто... Первое дело мы, конечно, побежим. но Бог остановил Моисея. Возьми, говорит, за хвост. Ну, я не специалист со змеями, но, как бы, мне кажется, лучше за голову. Нажали же не хвостом, а головой. Ну, почему-то за хвост, говорит, возьми. Моисей взял за хвост, и змея превратился в жертву опять. И на этом уроке много можно очень много научиться. У нас есть такие очень хорошие помощники в жизни. но бывает так, что даже эти помощники могут превратиться в змея, от которых хочется убежать. и мы живем на такой земле и не ожидаем, что может случиться с нами. И может, что-то сейчас есть в таких обстоятельствах, от которых хочется ну, просто убежать. Потому что хочется куда-то провалиться, чтобы этого не видеть, чтобы этого не было в моей жизни, и почему такое Бог допустил, и вообще, Господи, что такое со мной? Это мы можем называть трудности, скорби, еще какими-то словами назовите. Но это был Бог, это Бог командовал так. Брось. Господи, это не от меня зависит. Поэтому есть такие трудности и скорби, которые не зависят от нас, они должны прийти в нашу жизнь. И Моисей пошел в этот Египет, и ходил фараону, как известно, десять раз, ходил там, а фараон, а кто такой Бог? Представьте, Моисей, который разговаривал с Богом, который трепетал перед Богом, и фараон такой наглый, напыщенный, смеется, а кто такой Бог, чтобы я его слушал? Как объяснить такому человеку, кто такой Бог? Есть люди, которые где-то наполнены Духом Божьим, чувствуют это, они знают, это же Бог. А если у них ничего не касается? Они смотрят, а что такое? Ну, кто такой Бог? И как вот доказать? Как Моисею доказать фараону, кто такой Бог? Я тут Бог. Никуда не пойдете. И так вот он ходил. Доводилось ли вам когда-нибудь ходить так и выпрашивать? Принадлежа Богу всемогущему ходить и унижаться там перед этим фараоном? Отпусти, да отпусти, а он не отпускает. Но в какой-то момент Бог привел эту историю к заключению и все поменялось. И то, что, знаете, было тяжело и плохо, от чего хотелось убежать, оно опять превратилось в славу Божию. Народ Божий вышел из Израиля. Так вот было с Моисеем. Еще один пример приведу. Читали сегодня про Иосифа. Вы знаете, что беда пришла от своих. Это был тот посох, на который можно было полагаться. Но вдруг эти братья стали змеями. Продали его. В жизнь пришли трудности. И ни одна трудность, и ни две. дошел до тюрьмы. Дошел до тюрьмы. Ну, кто бы из нас хотел. Конечно, лучше убежать, правда. Бог говорит, не беги, Моисей. Не убегай. Это не мой принцип. В Царстве Божьем не убегают от этого. Это нам хочется убежать. И люди бегают. Но те, кто в Царстве Божьем, нам другой принцип. Говорит, возьми. Возьми. Ой, не знаю, как там у Иосифа было, но он взял. Написано, Бог был с ним. Он никогда не бросал Бога. И он взял эти трудности на себя, дошел до этой тюрьмы и никогда не роптал на Бога. Не читает, да, нигде. Чтобы столько пережил, но никогда не роптал на Бога. Он взял это, как Моисей взял эту змею. И уже когда вывели его к фараону, он даже не просил его, чтобы он его там помиловал. Фараон это сделал сам. Иосиф просто взял это. Он не пытался убежать, он не пытался роптать, он это взял. И в нужный момент, без всяких просьб, фарон ставит его премьер-министром этого Египта. Все превратилось опять, началась сказочная жизнь для Израиля. Все лучшее было для них. Потому что Иосиф не убегал от тех обстоятельств, которые приходят в нашу жизнь. А это Бог может делать. Положи, говорит, трупы туда. Положи. А теперь достань. проказа. Это страшно. Положи еще раз. Нету. От кого зависит. Вы думаете, что у нас столько здоровья, что у нас можно всегда здоровья. В один раз мы можем заболеть. заболеть. Но так же в один раз можем выздороветь от Божьей силы. Все в Божьей руках. Поэтому есть те обстоятельства, от которых нам никуда не деться. Так нас Бог поместил здесь на этом земном шарике, что они всегда есть. И вот что делать с этими трудностями, которые приходят? Принимать. Принимать. Не хочется, но другого варианта нет. Хочется убежать, а вам некуда бежать. Надо брать. Принимать то, что Бог допускает. Еще один пример Деяния 16 глава. Про апостола Павла, когда они в Македонию по воле Божьей приплыли и там Слово Божие проповедовали. Это будет 16 Деяние 20 стих. И приведя их к воеводам, сказали, все люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следуют ни принимать, ни исполнять. Народ так же восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И давя много ударов, верли в темницу, приказав темничному стажу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он веровал во внутреннюю темницу и ноги забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетроседие так, что поколебалось основание темницы, что час отворились все двери и всех уз ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, излег меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел относил громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Хороший пример для иллюстрации вот этой картины. Можно убежать, Бог чудо сделал, двери все открылись. Но Павел знал, что делать. В каждой ситуации надо знать водительство Божие, бежать или не бежать. И он не убежал. Он принял. В тюрьму попал. Во внутреннюю тюрьму. Опозорили их там, избили. Он принял это. Он ночь, как мы читаем, около полуночи. Что бы мы делали в такой ситуации? Ну позвонили бы, если бы телефон не отняли бы. Ой, помолитесь за меня братья, сестры. Так плохо. Вот я так хорошее делаю. Бог послал меня. Ну все должно быть хорошо. Ну вот все плохо теперь. Что делать теперь? Можно поплакать, пожалеть себя, как многие делают. Никогда не жалейте себя. Это мерзость. Когда человек себя жалеет, это мерзость перед Богом. Потому что Бог говорит, отвергнуть себя надо. Так немножко отвлекся. Павел не плачет здесь. А что он делает? молясь воспевает Бога. Это да. Ненормальные люди. Они не из этого царства. тут надо было всех ругать. Какие царства есть, какие там начальники есть и все прочее. Да и Бог как-то не вступился, когда надо было. Попали в такие обстоятельства. Бог говорит, не беги, возьми. И что будет? Увидишь. Это в моих обстоятельствах. И Павел взял эти обстоятельства. Он принял то, что Бог послал. Принял. Темница сотряслась, двери открылись, темничный страж покаялся. Чудо! Это Бог учит нас жить на этой земле законами Царства Небесного. Когда приходят в нашу жизнь какие-то трудности, они всегда придут, всегда будут, они нужны для этого. Вы поете такой псалом? Пусть страдания и скорби на пути своем найду. Есть такие. Я его не пел. Вот эти слова. Зачем я буду петь? Вы поете? Я обычно думаю, о чем я пою. Есть люди, которые поют, все подряд поют. Они не думают. А я думаю, я так раскинул, думаю, пусть страдания и скорби, кто хочет страданий и скорбей. В новом году поднимите руки. Ну, страшно. Зачем нам страдания и скорби? Мы всем желаем хорошего, да? Я думаю, зачем я буду себе страдания и скорби? Я просто молчал эту строчку. Потом, когда я вырос, я понял, что скорбями это надо хвалиться. Слышите? Не убегать надо. Ну, конечно, я как Моисей деру даю от этих страданий. Бог говорит, а куда ты убежишь? Нет, не беги, возьми. А я сделаю то, что ты не знаешь. Когда у вас трудно, возьмите, примите от Бога, а Бог сделает то, что вы не ожидаете. это Бог учит нас жить здесь на земле. Проходите эти трудности. И мы читаем апостолы, когда в церквях учили, многими скорбями надлежит войти нам в Царство Божие. От скорбей никуда не деться. Поэтому их надо принимать. Павел писал Тимофею 2 Тимофею 2-3 Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Что делать надо? Переносить. Не убегать, а переносить. Это мое желание, чтобы это осталось в вашем сердце, когда придет в вашу жизнь. Что-то вы бросите или что-то вы положите и вдруг что-то изменится не так, как вы хотите. Не переживайте. Тот, который управляет Царством Небесным, он все может и наоборот сделать. Но надо принять это. Еще напомню одну ситуацию. Иова хороший был человек, праведник, да? Он на себе пережил, знаете, то, что людей, может быть, ноги не... На ноги бы хватило этого горя, знаете. А на него на одного навалилось. Жена не выдержала, сказала, все, похули Бога и умри. Ну, как это? Что-то такое. И там сказал очень важные слова. Помните, да? доброе так что? Принимать? А если высосешь и в проказе, а это уже не принимать? Это же от Бога пришло. Это же я тебе сказал руку в пазуху сунуть. Это же я тебе сказал бросить жезву. Это же я так меняю обстоятельства. Так что их надо делать? Принимайте. Не будьте безумными. И Ев говорил, ты говоришь, как одна из безумных. ты только доброе хочешь принимать от Бога. А какая трудность, какая скорбь, так это уже и убегать. Не убегайте. Возьмите. И позвольте Богу аст небесное сюда на землю сводить. Через наше победение, через нашу жизнь, когда мы не убегаем от этих трудностей, а когда мы их берем. И Бог что-то меняет. Аминь. 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 Аминь.